Дайджест недвижимости. Площадь ветхого и аварийного жилья в 3,6 раза превышает объем введенного в 2016 году жилья. В 2016 году в Кировской области введено 662 тысячи квадратных метров, что почти на 9% меньше, чем в 2015 году. Напомню, в областном центре в этом году для переселенцев из ветхого и аварийного жилья построено 555 квартир в трех домах в микрорайоне Долгушино. На эти цели выделено более 750 миллионов рублей. Дайджест недвижимости. Лебяжские чиновники приняли дом для переселенцев, построенный с нарушениями. Пятиквартирный дом по улице Производственной 3 в Лебяжье возведен в рамках программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья компании «Стройся-Вятка». В июне дом был принят специальной комиссией, но во время прокурорской проверки выяснилось, что система вентиляции в нем сделана неправильно. После вмешательства прокуратуры нарушения были устранены, а два чиновника привлечены к административной ответственности. Дайджест недвижимости. Также из-за повреждения теплотрассы без отопления оказали 68 жилых домов. Также из-за дефектов сети подача отопления была прекращена в девяти домах по улицам Воровского, Кольцова, Сурикова, Щерса, по Октябрьскому проспекту. По словам представителей КТК, сразу после обнаружения дефектов коммунальщики начали работать над их устранением. На этом все. В студии работала Мария Кожевникова. Дайджест недвижимости.